всем привет с Буэнос-Айреса сегодня хотел показать как делать вот такую супер кормушечку вот для фидера она у меня показалась очень хорошей буду делать сейчас больше себе и в очень просто не думайте что это что-то сложное но она суперская и универсальная потому что можно напрямую к примеру сюда вот крючок петля в петлю привязать она нигде не зацепляется эта кормушка летит очень хорошо потому что похоже на пулю так сказать форма ее для полета очень хорошая значит можно ее применять напрямую прицепил петля в петлю к примеру крючок если там ловим на что-нибудь такое вот или с бойлом или червячком а если кто хочет на пенопласт или прицепить две штуки соответственно тут же петля в петлю можно поставить вертлюжок и прицепить коромисло и вот получается у нас совсем другая снасть вот такая сейчас я сюда так сказать положу делаю ее в городских условиях очень простенько сейчас вам поделюсь значит единственная такая более-менее сложность мне сложность это сделать вот такую вот штуку так вот такую заготовочку я взял просто брусок дерева в нем сверлом примеру когда начинаете сверлить делаешь вот такие движения и делаешь такой конус а уже в конце когда конус готов можно пошлифовать я даже там немного был клеем так смогла чтобы шероховатости убрать там наждачка его пошлифовал и все и сделал одно отверстие в середине насквозь так как я буду использовать вот эти все пластиковые эти пластиковые трубки отремя использовал такие значит вот так чтобы эта пластиковая трубка свободненько туда могла войти в это отверстие отверстие чуть больше пластиковой трубки сделал и приготовил одну такую вот палочку из китайской как говорят палки этой чтобы кушать который просто вставляю туда в трубочку все вот такое приспособление один раз сделал она у меня есть и это достаточно для того чтобы от той такие красивые кормушки второе берем кусок ручки от вот это к примеру ручка от напильника с поломанная старая тоже просверлил отверстие это кусочек от отвертки поломанной загнал туда потому что это по диаметру как раз подходит что но немножко больше чем трубки которыми я применяю это у меня как говорят ли кого на которая буду накручивать пружинку два способа накручивания пружинки берем вот проволоку примеру там не знают нержавейку я вот медную такую из телевизионного кабеля применяю можно прижать просто плоскогубцами один хвост иначе все накручивать что тоже вполне реально можно вот таким зажимом закрутить это все так что для начала делаем пару оборотиков таких вокруг этой 12 не много не надо то оборотиков чтобы только начать да вот и все теперь чтобы удерживать надо на 90 градусов загнуть этот хвостик его можно было удерживать чем удерживать будете каждый как хочет хочет плоскогубцами удерживайте можете зажимом таким как я показал если плоскогубцами ну не знаю будет ли так удобно принципе да но надо наверно плоскогубцы помощнее вперед мне удобнее зажать вот таким зажимом один раз и потом пользователь не думать что она соскочит такие зажимы думаю в каждом продаются вещь такая простенькая зажимаем эти гайки и он будет у нас держать все но оборотов на эту пружинку не нужно там экспериментальным путем думаю 8 10 оборотиков все зависит от того какую там пружину собрали сделать большую маленькую ну вот и начинаем наматывать обороты так что видно было примеру вот потом все равно можно это все подправить вручную потом даже если она немножко косо идет это не так важно потому что потом и пружинку выравнивать вот я считаю достаточно не считал сколько тут таких оборотов я посчитал что для меня это достаточно дальше если что я его подправлю от так сказать снимаем снимаем смотрим что у нас получилось вот наша пружина теперь мы ее можем чуть-чуть растянуть и придать ей в нужную нам форму лишнее чтобы мне не мешало я здесь откушу и с этой пружинкой которая у меня получилось сейчас просто буду ее выравнивать плоскогубцами и придавать ей форму или вручку вот где-то так теперь вот этот край надо загнуть его в середину потому что он будет у нас в свинце значит тут не обязательно к главу чтобы по центру не становилась проволочка потому что по центру должна проходить трубка а все остальное можно его подзагнуть как вы хотите к примеру я себе сделаю вот так вот так вот этот край вот так потому что вот здесь у меня дом проходить мой китайский палочка вот вот потом и ставим его в этот так сказать форму нашу и туда опускаем если она не легла значит я могу тут еще чуть-чуть и и так чтобы она должна опустить все вот это свое окончание форму хорошо вот вот и все вон она хорошо теперь стало вот видно что теперь уже хорошо там среди не взяла все вот значит чуть-чуть даже можно растянуть в общем все это подбираем как кому нравится вот это уже готовое для заливки так что пойдем на кухню сейчас быстренько это все зальем и получим прекраснейшую пружину ну вот берем наши остатки полого которые у нас после обрезки других кормушек остаются которые мы там из пластика делаем один такой черпак старый который меня специально только для этих дел и быстренько все это разогреваем не забываем открыть окошечко чтоб хорошо проветриваем и на кухне было там на балкон у кого где но это быстро делается также даже можно вентилятор там включить еще что-то но в общем следим за проветриванием комнаты не начинает надышаться там еще остальное это тут уже немножко грел одну уже несколько штук сделал который показывал так что потом у меня там еще остатки это мусора ну сейчас мы быстренько разогреем начнет первый плавится сразу пойдет и другой очень быстро пошевелил его и он начинает хорошо плавить все остальное то есть чуть разогреть только для нас до начала а потом идет со свистом все вот пока говорили уже плавится вот видно уже что начал плавиться значит пошевелили чтобы опустился ниже тот который сверху лежит и все и будет сейчас он уже видно давно все эти остатки используем то у меня такое от трубы старое еще свинец так что потому такой как бы мусорный немного сверху тот который расплавится будет чистенький вот и готова наши выключаем это все хозяйство и заливаем нашу формочку это дерево так у меня шкварчит как раз так ну все быстро быстро под холодную воду под кран это дело тут же вот уже остудил это буквально секунды вот уже остудил вынимаем смотрим что мы получили смотрите прекрасно еще чуть-чуть остудил все теперь шатаем и вынимаем нашу палочку теперь китаечку все вот вам классная пружина пойдем доделать все теперь снова вот результат наших трудов теперь берем пластиковую трубочку я сюда беру кусочек проволоки вот так срединку для чего сейчас увидим нагреваю край который на проволочке и плоскогубцами вот так вот подвигаю маленькими все делаю такой бордюр а трубка средине мне нужно для того чтобы не заплавило отверстие все вынимаю получает такую красоту теперь это уходит сюда вот готово зажимаем этот край предварительно можно откусить вот это лишнее уже все в случае так много мне не нужно значит чуть-чуть может оставлю маленький кусочку такой остальное откусил зажимаем вот эту часть здесь зажму клок круглогубцами там плоскогубцами одним словом зажимаем оставляем ее обжимаем вот так вот оно осталось уже хорошо обжало нашу трубочку тогда она совсем не будет двигаться и вот этот край тоже так поджимают сюда все практически готов можно немножечко немножечко там подрегулировать чтобы за этот край даже если он оставлен или вы его откусили все равно может зацепиться леска там поранится потому порвать вот термоусадку беру немного термоусадки отрезаю и одеваю вот на этот край вот так и полностью закрываю вот это место термоусадкой значит сейчас мы ее она обожмет все примет свою форму и этот край никогда уже не сможет зацепить нашу леску смотрим что термоусадка еще поможет держать форму когда остынет да вот и все в принципе в принципе сама кормушка она у нас готова больше для нее ничего не надо теперь просто чтобы ее так сказать цеплять то ли это будет для фидера для одного крючка который просто будет петля в петлю то ли это будет уже для кора мысла которое тоже делается очень просто сразу его сделаю беру приблизительно сколько считаю нужным там загибаю проволочку отрезаю чтоб кончики были одинаковые это у меня будет кора мысла если я буду применять два крючка вот делаю два-три оборота раз два петелька для кора мысла готова выравниваем такое вот кора мысла меня будет несколько штук всегда в ящике держу потом таскать будем им все беру где-то сантиметр там или сколько мне нравится и вот так вот вверх к этому загибаю раз вот такую делаю штуку с этой стороны то же самое вот так вот так вот так и теперь я применяю велосипедный ниппель который одевается одно на одну часть и на другую часть и ею же захлопаю чтобы не снималась сейчас достанем ниппельки и у меня тут ящик рядышком стоит и в нем эти ниппельки кстати вот такие у нас аргентинские ниппельки ящики возьмем один немножко меньше размером и здесь оставлю эти кора мысла я храню потом отдельно если нужно прицепил не нужно не так что насадим ниппельок можно чуть-чуть сжать потому что это очень 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 много так сказать для лески столько не нужно такая высота что цеплят вот так ну все теперь они поедут вот вот так это будут такие наши как говорят защелочки тормозки для одевания удобного вот они как хорошо тут облегает что-то резинка нам не будет леску ранить ну и все если нам нужно зацепить за ниппельок значит то есть за этот самый за кора мысла вот заводим себе поводочек и закрываем его резиночкой так вот кора мысла готова сделаем эту линию берем леску кто какую хочет там применять в зависимости от того какую он основную имеет я имею основную довольно так сказать крепкую не знаю хочу поймать большущую рыбу вот купил тут японскую леску уже намотал на спине но могу коробочку потом показать сейчас покажу в конце вот это японская леска но 35 на разрыв сейчас покажу еще остались эти самые бухточки на которые была намотана вот а забыл поставить ладно одеваем сюда эту бирюльку как она там как она там называется перлита это вот я их тут разных размеров имею специальную коробочку и все ладно здесь восьмерочкой закрываем оставляем где-то так петельку можно сказать сантиметр меньше немножко но в общем чтобы можно было вертлюжок цеплять в любой момент когда нам он нужен если будем пользоваться этим самым вот восьмерочку смачиваем если будем пользоваться коромысло то будем цеплять вертлюжок предварительно если коромысло не будем использовать значит будем петля в петлю прямо заводить не знаю кто сколько я здесь оставляю вот это где-то 5-10 сантиметров то есть немного вот так чтобы было немножко хода и все чтобы хорошо подцепляло если что не ходило там долго не нужно ну и чтобы ход какой-то оставался и тоже восьмерочку тут уже есть и наша эта штучка сверху все затягиваем вот и все готово вот пока мы поболтали уже я и все сделал так что как видите это совсем не сложно можно сделать и в квартире и где хочешь ничего свечи естественно в этом нет получается вот такие красивенькие вот уже у меня тут прицепленные к примеру есть чтобы показать а есть одиночные не прицепленные все пользуйтесь и до следующих видео а еще хотел показать какую тут леску продают так это уже сама леска уже на спиннинге а это только коробочки от нее значит вот такая марка стоит она у нас вот эта катушка 70 песо в Оргентине ну вот если 0,4 получается на разрыв 19,6 килограмма 0,35 15,6 килограмма так что можно и на реке у нас тут на паране на бразильской на Оргентинской или даже на океане потягать такой вот леской а еще у них в наборе есть 0,5 но я уже побояк такую брайба куда такое точно уже тогда акул тягать так что все пока делайте кормушечки ловите рыбу всем удачи еще там у кого лето еще успеет наловить это не только нежели ты вы это не вы Продолжение следует...